Добрый вечер! Наш сегодняшний гость воспитал целую плеяду звезд мирового тенниса. Он единственный в мире тренер, который как капитан команд дважды побеждал в Кубке Дэвиса и четырежды в Кубке Федерации. У нас в гостях президент Федерации тенниса России, член Международного Олимпийского комитета Шамиль Торпищев. У очень многих в нашей стране, а болели все, я думаю, статистически все болели за наших, все-таки базовые спортсмены настолько высокие в своих достижениях, что можно было рассчитывать на победу. Их отсутствие вдруг так резко снизило результаты во многом. Это о чем говорит? О том, что у нас скамейки нет? Или о чем? Длинные скамейки нет у нас. Это однозначно. Средний и малый бизнес вообще не спонсирует никого. И все деньги как бы даются, ну я тебе говорю, по звонкам, правильно? И в основном это падает на народные виды благополучно. Ну, хайфутбол, хоккей, там еще ряд видов, которые сам что-то может принести. Многие федерации бедствуют объектив. Поэтому длинные скамейки не может быть просто. Русский дом там, в Корее. Спортхаус, так называют. Спортхаус, да. Посещался вообще? Он пользовался популярностью? Ну, по статистике прошло за все время Олимпиады 43 тысячи человек. Ого! А отношение к нашим спортсменам? Ну, вот удивительно, я даже вывод сделал, что южные корейцы мягче к нам относятся, чем, и лучше нас понимают, чем китайцы и японцы. Они даже юмор понимают. Но показатель был какой? Они считают, если политически, они считают, что Россия этот гарант от всех военных катаклизмов в этом регионе. Поэтому к нам очень уважительно относятся. И вторая тема. Как показатель, когда был парад открытий, объявили атлетов из России, многие встали, аплодировали. И не было ни одного списка. В МОК отношение к России всегда было такое или менялось со временем? Вы же со Смирновым там давно. Я с 1994 года. Смирнов раньше. И полномочия продлены до 2025 года. Что удивительно. Но самое интересное было, что когда развал Союза произошел, Самаранч, кстати говоря, Хуан Антонио Самаранчо, он любил Россию, был послом у нас в свое время. Он, его из ранних правителей никто не принял ни разу в Советском Союзе. Но мне удалось в течение года, в 1992-1993, трижды делать встречу с Борисом Николаевичем. И он мне тогда сказал, Шамиль, Россия не должна провалиться. И мы заинтересованы, и я лично вам сказал, чтобы Россия была конкурентоспособна в спорте. Тогда, после ряда встреч с Ельциным, мы выступали под олимпийским флагом МОКовским в 1992 году в Барселоне, собрав все страны бывшего Советского Союза, все СНГ. То есть выступали под единым флагом. И если кто-то выиграл медаль, игрался гимн той страны новой, которая уже была у них. И мы выиграли эту олимпийскую игру в 1992 году. Дальше последовало, что Лиллер Хаммер, мы России выиграли один из золотых и стали первыми. Там тоже смешная ситуация была, если интересно. Осталось за два дня окончания соревнований, у нас 11 золотых медалей, у Норвегии 10. Мы идем на первом месте, но мы уже нигде не можем заевать. Норвежцы могут заевать 50 километров лыжи и скоростной спуск. 50 километров выигрывает Смирнов из Казахстана наш. Второй, третий, четвертый, пятый норвежец. И скоростной спуск. Вечером норвежцы поливали гору, чтобы трасса была водой, чтобы скользкая, а потом снегом. С расчетом, что фаворит был Тумба, а он тяжелый лыжник, он скатился осторожно достаточно с третьим результатом. И когда старт был у своего, мы ждали. Если он выигрывает, то мы вторые, потому что серебряных медалей у нас меньше. И он проехал 35 метров и упал. Мы стали первыми. Мы выиграли эту олимпиаду впервые России. Россия уже не провалилась. И, кстати говоря, Самараш мне отдал свою квоту членами Олимпийского комитета до 28-го года. За заслуги передмов. Дикий стресс. То поедем, то не поедем. То тебя внесут в список, то не внесут. За счет чего это можно преодолеть? И выйти все равно же работать надо. А внутри же все кипит. То ты там, то тебя нету. Но считается спортивный характер. Что такое? Вот, допустим, спортсмен тренируется. Ему говорят, вот в этой же тренировке, вот через час старт. И он на старте показывает лучший результат, чем на тренировке. Или игра. И играть начинает лучше, чем на тренировке. Это мы называем мобилизацией нервной системы. Поэтому, какие случаи такие, если происходят во время стартов или перед стартом, то возникает некая спортивная злость, где она более действенная, чем в обычной ситуации. Это даже в плюс. Я, например, любил играть, когда все против меня болеют. Серьезно, да? Потому что это заставляет тебя мобилизоваться и быть четче, правильней, жестче в игре. Этим простые, наверное, спортсмены отличаются от спортсменов высших достижений? Или это примерно... Рождается вот со спортивным характером практически, ну, кто в секцию приходит, только 30%. А можно среди маленьких определить, ну, прямо увидеть, кому Бог дал вот этим заниматься? Ну, скажем, теннисом. Если убрать сейчас все технические и технологические средства, чисто визуально, то есть хороший детский тренер определяет с большой долей вероятности, за счет чего спортсмен может играть. То есть, допустим, быстро и выносливый одновременно рождается, ну, один на тысячу, чтобы это оба качества были. Но быстрота, наилучшую прибавку имеет в результате только от 7 до 9 лет, когда ее воспитываешь. А выносливость можно сделать до 16. Поэтому, если спортсмен не быстрый и не выносливый одновременно, значит, практически для спорта он потерян. А правда, что Шарапову Ельцин заметил? В Шараповой ситуация была такая. В 92-м году приходит какой-то чудак и говорит, мне надо 800 долларов улететь в Америку. Я говорю, а в чем? Почему? Он говорит, у меня девочка будет чемпионкой мира. Я говорю, сколько ей лет? Он говорит, 7. Я думаю, ну, сумасшедший какой-то пришел. Я говорю, кто тренер? Мне, он говорит, Юткин Юрий Васильевич из Сочи. Ну, покойный, к сожалению, хороший детский тренер. Я ему набираю, говорю, Юрий Васильевич, ну, вот какой-то чудак пришел, говорит, девочка будет чемпионкой мира по тысячам. Говорит, Шарапов что-то? Я говорю, да. Она, говорит, 7 лет играет как молодой мастер. Тренер ее. Шарапова. 7 лет? Ну, по технике, по движению. Мы дали ему 800 долларов, он улетел. Проходит, наверное, количество лет, звонит мне Шарапов Юра из Америки. Она уже начала вставать на ноги, говорит, Шамиль, я тебе должен 800 долларов. Я вспоминаю, я говорю, будешь должен всю жизнь. Вот и судьба такая была. А, кстати, уж если про Шарапова, она вернется в топ или трудно? Ну, вот если избежать травматизма, потому что сейчас в женском теннисе вакуума, в принципе, нет явного лидера, но такой коктейль, где-то человек 12 на первое место претендует. Если она избежит травм, вот очень много травм. Потому что что для Шараповой является проблемой на сегодня? Она не очень быстрая. Потому что она вынуждена все время атаковать бить, чтобы на той стороне не успевали. Если она начинает медленнее играть, ее начинают скоростью полета меща душить, она не успевает. Поэтому физика номер один для нее, чтобы она вернулась. Потому что по характеру, по мобилизации нервной системы она номер один в мире. Вот если скорость и высота не упадет, то вернется. Ведь когда-то несколько лет назад в десятку лучших спортсменов-теннисистов мира наши входили. Ну, у нас сейчас смена поколений. У нас в десятке даже были четыре девочки. Ну, в самой десятке все четверо были. И у ребят. Давиденко, Сафин, Кафельников были в разные периоды времени. Сейчас смена поколений. Но в силу вот этих экономических всех проблем, тут, наверное, надо благодарность дать прежде всего Бокурию, Андрею, который сейчас вернулся в теннис и является нашим партнером. Он как бы финансирует спортивающие достижения. У нас сейчас появились очень три хороших парня, которые уже в полтиннике мировом. Это Качанов, Рублев и Медведев. И новое поколение, которое вот Касаткина и Потапова. То есть мы по молодежно-ненуженскому составу, по статистике, теннис Европы за последние 15 лет, 12 лет первых. Во времена Ельцина теннис как-то сразу... Ну, это я бы так сказал. Нет, страна тебе аплодировала. Нет, ну я могу сказать одну вещь. Вот неправильно совершенно, что приписывает мне, что при мне Ельцин начал играть, потому что он начал без меня играть. Когда я с ним познакомился, он уже играл. Ну, второе, тоже неправильное понятие сложилось, что до Ельцина не было тенниса у нас. Нет, почему был? Но я скажу, какой. Потому что если брать до 72-го года, то средний уровень тенниса в России был очень высокий, в Советском Союзе. Я бы так сказал, сотый игрок Советского Союза был чемпионом мира среди сотых игроков всех других стран. Это объективная реальность. Просто в 72-м году реорганизация в теннисе произошла. Мир весь ушел вперед. А так как у нас теннисный олимпийский вид спорта финансировал по остаточному принципу, мы остановились. Подожди, а теннис в России начался до войны? Ведь это же... Ну, у Озеров еще. У Озеров, конечно. У нас первая федерация российская среди всех федераций по видам спорта организовалась в теннисе в 1908 году. Теннис был одним из соучредителей международной федерации тенниса. Больше никто по видам не был. Первое упоминание тенниса в России зафиксировано в дневнике Александра II в 1875 году. И этот день считается день рождения тенниса российского. 12 июня, в день нашей страны. Зачастую спрашивают. Вот Ельцин был, теннис пошел. Значит, Владимир Владимирович занимается борцовскими видами. Борьба пошла. А что было бы, если президент прыгал в шестом? Что, все пошли бы в шестом прыгать? Все должно лечь на благодатную почту. Борцовские все виды. Наши традиционные. Конечно. Слушай, а легко было уходить из спорта в тренерскую работу? История интересная. Ничего не спроси. Все происходило в жизни, пропустя в моей воле. Но это отдельная песня. Значит, 25 лет мне, 1973 год, играем Кубок Дэвиса в Румынии. Состав команды Митривели, Кокули, Лихачев и я. Руководитель делегации Прохоров Дмитрий Иванович. Отец Прохорова нашего олигарха. Он, кстати, его в теннис отдавал, но так как он высокий был, его отдали в баскетбол потом. Но мы проигрываем матч 3-2. Вот Настасий играл, это бригада. Значит, я в команде не играл. Лихачев пару выиграл. Митривели, Кокули летят в Америку. Нас раз проиграли, дисквилицировали. Лихачев выиграл пару, а я не играл. И возвращаюсь с Дмитрием Ивановичем в самолете. Я все время Лихачев подпронил. Ну и что, вот расскажи, расскажи, что у нас не так. Ну мы разговаривали, рассказывали туда-сюда. Проходит некоторое время. Дмитрий Иванович вызывает меня. Он был начальник управления международных спортивных связей, спорткомитета. И предлагает мне старшим тренером. Сборная, 25 лет. Я говорю, да я отказываюсь, я хочу играть еще, у меня лучшие результаты. А я с первого, в 73-м году, я с 1 января по 1 августа не имел ни одного поражения. Выиграл два турнира сильнейших теннисистов Советского Союза подряд. Он второй раз вызывает. Я отказываюсь. Третий раз, там, через несколько месяцев вызывает. Говорит, я тебе последний раз предлагаю. Больше предлагать не буду. Я говорю, ну я играть хочу. И он одну фразу сказал. Кто тебе даст играть? С ЮАР играть нельзя, с Раде Диа нельзя. Борьба с апартеидом. С Чили, Альенда. То есть выездов нет. И на этой фразе, кто тебе даст играть, я сломался и стал старшим. А ребята легко приняли нового старшего тренера? Ну, почему я начал учиться? Но тут тоже есть соль такая. То есть у меня получилось так по жизни. Мой тренер погиб в автомобильной аварии, когда 12 лет мне было. Я же со спортом закончил, я в МГУ поступал. Двойной выпуск, хрущевский, 28 человек на место. По русскому получают четверку. Успел забрать, ну ясно, что уже не проходил. В силу 28 человек на место. И закинул, успел документы кинуть в институт физкультуры. Я когда попал в институт физкультуры, меня не было в 250 Советского Союза. Но я как бы закончил играть. И я начал себя сам тренировать. На следующий год я стал в 64-м. На следующий год на втором курсе в 20-м. И на третьем курсе уже восьмой в Советском Союзе. И попал в сборную. И как бы предпосылки были, что я соображал что-то. И когда стал старшим тренером, главная задача была, это первое терпение, с листа не высказывать. Потому что не давать зацепки спортсменам, чтобы их обидеть или что-то. И второе, это уже знание, которое надо было приобретать. Расскажу примеров психологии, опять-таки, приобретенных. Митривелли играет с Арантосом. Арантос – первая ракетка мира на грунте. В Донецке кубок Дэвиса против Испании. Пятая решающая очка. Когда меня поставили старшим тренером, считали, что меня сейчас занимают через годик. А вы начали выигрывать кубки Дэвиса. Первый матч Югославов прошли, Чехов прошли. И с Испанией играем. 3-0 в пятом сете ведет Арантос. Переход. Митривелли и Олег садятся и говорят, все, сдулся. Нечем играть. Я говорю, ты на него посмотри. У него сейчас судороги начнутся. Но я вот чувствую эти вещи. Я говорю, судороги начнутся, давай, папаши. Ну так, не команда, а как бы участвую в этом. Переход. Алик проигрывает обидные мячи. Я смотрю, как в психологии сидят, на Арантоса. Я в периферическом зрении вижу, что он на меня смотрит. А я на раз на Арантоса смотрю. Он туда, на меня, на него, на меня. И мне говорит, да он же совсем готов. 0-3 счет. Счет 2-4, он выигрывает 6-4. 5-й сет. Вот эти нюансы такие. А второй матч, когда я понял, что я уже авторитет умею этих лидеров. Играя с чехами, он проигрывает 4-1 в пятом сете кодышу. И я сижу, что-то надо говорить. Я ему говорю, Олег, он сдох, он сейчас к сетке полезет несколько раз. Рано форсировать будет. Любая свечка, рано центра тяжа себя носит. Любая свечка проходит. 3-4 свечки, и ты выиграл матч. Я тогда говорю, а помнишь, ты играл там с тем-то, с тем-то, ты вот сделал так и выиграл матч. Ты помнишь это? Вот сделай то же самое. Он говорит, ну хорошо. Сделал, как я говорил, 7-5. И он выиграет матч. С чем я его взял? То, что я ему рассказал, как он сделал, такого матча не было. Потому что он не помнил этих матчей. Но раз он сам на себя оперся, и это было, он переломил себя. А, кстати, по психологическому напряжению. Я ведь спрашиваю человека, который только в ТЭДе собирал. Начинал-то в хоккей, в ЦСКА, с Харламовым. С Харламовым. На кафедре хоккей учился я еще в свое время. Валер хороший парень? С Валерой. Мы жили в одном дворе. Это первый боткинский проезд в этих домах на Беговой. Была такая ситуация. Отец купил КВН-телевизор старый. КВН-сорудей. Да, с линзой еще. Мы чемпионаты мира, еще Панасов Саша был в школе учился. Но один период времени стоял в ЦСКА на хоккей. Мы троеем накрывались одеялом и смотрели чемпионаты мира по хоккей. Это история. Так все-таки по напряжению хоккей или теннис? Я думаю, тут по интенсивности, наверное, первый вид спорта все-таки это настольный теннис. Понятно. По физической нагрузке скоростно-силовой, наверное, бадминтон с Валаном. Его не выиграешь одним ударом. И чисто скоростно-силовая игра очень тяжелая. Хоккей сложный, наверное, скоростно-силовой вид спорта. Ну, контактный. Скоростно-силовой. И поэтому скоростно-силовая выносливость, наверное, тоже номер один. А теннис скоростно-силовой, переходящий в выносливость. Поэтому теннис, наверное, самый сложный вид с позиции восстановления. Федерер совершенно фантастический. Федерер реально это образец классического типа и очень близок к идеалу, к чему надо всем стремиться. Это однозначно. Ну, это богом дано, наверное. Но надо сказать так, что он в молодом возрасте, возрасте 14-15, уже считали, что он будет звездой. И его с этого времени по жизни вели пять человек. Начиная от массажа, физиотерапевта, диетолога и так далее. То, что должно быть. А у нас один тренер, человек на 20. И вот он же сейчас как, вот он достиг всех высот, ему сейчас не важны победы стать первым рейтингом. Он играет, концентрируется на турнирах большого шлема. Он не играет все это обилие соревнований, сумасшедшие 36-34 турнира, потому что ему не надо вверх забираться. Если он в десятке, его и так приглашает. Но у него отрыв колоссальный, потому что... Но он... Мы как-то сидели на... Я перескочил, пока не забыл. На Бале чемпионов в Париже. И он не мог обыгрывать на дале. Все время ему проигрывали. Мы как-то сидели за столом. Я говорю, ну, один матч ты же можешь пожертвовать. Взять из каждого мяча бежать к сетке. Вот в тупую к сетке. Потому что с Надалем надо рвать игру. Бессмысленно играть сзади, когда он перекрывает такие расстояния, играет длиной, еще вращает. И внимание садится, все начинают фиксовать. И он мне что-то сказал? Я пробовал, но меня не хватает. Когда он закончил уже карьеру, гнаться за результатом, он сейчас стал чесать. Надаля, он играет в корте. То есть он прибавил после 32-х, сейчас ему там 36-37 уже будет. И он 5 лет уже играет в другой теннис. То есть он... Теннис идет по сокращению расстояния друг к другу. Так сейчас Федерер играет с Надалем как настольный теннис, не уходя за заднюю линию. И тот не успевает. Это вот то, что я ему просил сделать в те времена. Мы локализовали разговор, естественно, вокруг тенниса. Это же элитарный вид спорта. Не в смысле того, что трудно попасть. Но это выход в свет. Теннисные клубы во всем мире. Иди попробуй туда попади. Дипломатический вид спорта. Конечно. Гольф-клуб, теннисный клуб. Или шахматы в движении. Да, да, да. Гольф, теннис, яхты. Это, как сказать, дипломатический. Престижный. Он считается второй вид спорта после футбола по всем компонентам. На сегодня в теннис играет 101 миллион человек. Три человека из ста в Европе. И считается на американском континенте. В каждой семье есть теннисист. Я одну цифру скажу. Мы как-то играли Кубу Федерации в Портленде, в Америке. Так в этом городке на 10 жителей города один теннисный корт. Очень много муниципальных кортов просто. Взял ракету за 2 доллара и можешь играть. И несмотря на все катаклизмы, мы ведущие. А мы всегда, несмотря ни на что, мы все равно. Нет, ну если взять бюджеты Федерации США за 200 миллионов долларов в год США, Франция и Австралия. Там 170 Китай, там 70 миллионов долларов Италия. А у нас 5-7, и справляемся. Теннис здорово вырос со времен Луна. Значит так, самая большая... Я могу до утра. Давай. Значит, проблема тенниса какая? Три правящие организации. ИТП, ВТА, профессиональная, мужская, профессиональная, женская и Международная федерация тенниса. Международная федерация тенниса владеет молодежным юношеским календарем, турниры Большого Флема 4, Кубок Девского Федерации. Остальное это частный бизнес. ИТП, ВТА. Договориться друг с другом не могут. И они практически сделали теннис, видом спорта, противоречившись методике спортивной тренировки. Объясняю почему. Меня в институте учили, что форму долго держать невозможно. И в течение года должно быть только 2-3 пика, где ты показываешь лучший результат. Возвращаюсь в теннис. 18 зачетных турниров в год. Это 23 недели соревнований. Значит, 23 недели кто может держать? Ясно, что они какие-то турниры проигрывают в первых кругах. А пропускать нельзя? Очки. Сейчас я к этому вернусь. Значит, для того, чтобы они в рейтинге стояли высоко, профессиональный спортсмен играет 34-36 недель соревнований. Смена еды, воды, покрытий, этих полюсов. Когда Сафин заканчивал спортивную карьеру, он в течение года 8 раз пересек океан. Вопрос. Кто может играть в этот вид спорта на высочайшем уровне? Отсюда пошел травматизм. Но дальше что происходит? Это играли деревянными ракетками. Стали ракеты композитные. Скорости полета мяча увеличились на 23%. 220 скорых, 230. Ну, быстрее, чем шайба мяча. Кстати говоря, бывают нокауты в теннисе, когда в челюсть попадаешь в мяч. Но сам факт, что скорости возросли, количество турниров не уменьшилось и привело к тому, что сейчас есть. И смена покрытий все время. Значит, у теннисиста летит связки, голеностопы, колени, бедра, спина, кисти, локтевые суставы. Значит, надо уже тренироваться. Ну, это отдельная тема, но профилактически много делать. Да, а где время? Ну, вот. И получается, что требования к организму возросли. Количество турниров не уменьшилось, а оттуда травматизм. То есть, практически, раньше, в финале, где он был Долана, в 41-42 года, Коннорс еще розовый игрок. А сейчас, ну, вот, Сафин, тот же Кафе, заканчивали в 28-м. А, видишь, снизился предельный возраст. Да. Ну, в силу травматизма и нервной системы, это все трещит же. И поэтому, когда говорят, что кто-то мячом в судью ударил, нервная система не выдерживает. Все же индивидуальные личности, у всех по-разному идет. У кого слабая нервная система, это истерики, с крыши едет и так далее. У нас единственный вес спорта, нелимитированный по времени. Да. Значит, выходишь на корте, 5 часов сыграл, какие планы, что ты будешь делать на следующий день? Да. У меня был матч в истории 9 часов 15 минут. 9? На корте 9? В Ташкенте, 1972 год, 32 градуса в воздухе. И самое интересное было то, что боевой вес у меня был 78 килограмм, при росте 190. Ну, структура была, да. Я ушел с корта, 70 с половиной осталось, полное истощение. Я одной рукой не мог поднять стакан воды выпить, не мог в рот попасть двумя руками. Полное истощение. Пришел в раздевалку, включил душ, холодную воду, и не чувствовал температуры, стоял под холодной водой, не чувствовал. Потом мне объяснили, что этого не надо было, но как-то пронесло. Минут 20 стоял, температуру не чувствовал. Светлана Кузнецова как-то сказала, что теннис – это больше психологический вид спорта. Правда? Процентов 20, да. Серьезно? Сейчас вообще роль психологии спорта возрастает. Почему? Технологически можно, то есть по оптимизации тренировочного процесса под конкретного индивидуума, можно рассчитать чисто научными всякими разработками, когда что давать, чтобы не было перетренировки, чтобы было недотренировки и так далее. А психологии нет. Если отсутствует мобилизация нервной системы, которая воспитывается очень тяжело, если человек психологически нестойкий и не имеет этого фактора, то практически уже в спорте не может достигнуть результата. Вот я не потому что о себе говорю, я о проблемах, которые существуют. Вот, допустим, я сижу на корте, матч идет 5 часов тенниса, уборный, хороший матч. Значит, мне надо подсказывать спортсмену, который переходит через 5-7 минут. Каждые 5-7 минут смена сторон. Мне надо подсказывать. Два-три раза я скажу неправильно, и меня слушать никто не будет. То есть по управлению. Значит, я не должен говорить ерунды. Дальше. Первые полтора сетей, ну раз как ты теннисист, я тебе могу сказать. Первые полтора сетей не надо подсказывать, потому что это разобрано до матча. Да, как, чего и как. Потом наступает утомление у спортсмена. Значит, когда смена сторон происходит, я первый смотрю на соперника, как он себя чувствует. Определяю в голове у себя, что могу сделать так, чтобы ему было хуже на корте. Что подсказать своему. У меня в голове сложилось, что подсказать. Вторая тема, я думаю, а может ли мой это сделать. То есть все время идет такая работа, потому что в ходе 5-часового матча идут спады, подъемы и так далее. Задохнулся, надо послать своего к сетке, рвать игру, чтобы он не успел восстановиться, браком много. Устал, смотрит, что в эмоциональный какой-то подъем попало. Отправит своего в туалет, чтобы пауза была, чтобы этот остыл, и потом выйти играть. Ну то есть нюансы, которые все время. Могу я из жизни рассказать пару примеров. А правда, что тренер 5 килограмм теряет? Ну не 5, но 3 килограмма точно. Чемпионат Европы. Борисов у нас был такой теннисист. Играем в Австрии. Но так как тогда с выездами было проблемой, я один тренер был, а на 10 кортах играют. Я ходил между кортами. И вдруг мне подходит, я стою на матче Кокуди. То есть он 6-0 сет выиграл, вроде легко выиграл, но вот у меня по ощущениям, что что-то не так. У меня приходят и говорят, Борисов плачет на корте, просит подойти. Но я иду на этот корт, счета не знаю, переход. Я говорю, Вадик, какой счет? Он говорит, все, я проиграл уже, все. И кидает ракету. Я игры не видел. Я наступаю ногой на ракету. Судья говорит, тайм. Он пытается взять, а я не даю. Наступил на ракету. Он говорит, ну отдайте, сейчас мне поражение запишут. Я говорю, ну ты же проиграл, иди, пойди, пожми руку и уходи с корт счета, ты же уже сдался. А этот второй раз судья говорит, тайм, предупреждение, что с ними тачко. Я не отдаю. И как холодная душа от воды, он остывает и говорит, ну я не знаю, что делать, нет вариантов игры. Я говорю, слушай, я не видел, как ты играл. Я говорю, ну ты хотя бы сделай так, чтобы не ты проигрывал сам, а чтобы тебя обыграли. Зацепись, кидай, цепляйся туда. Сейчас посмотрим. Выходит, выигрывается еще. Проигрывал 6-2, 4-1, 8-6, 6-2 выигрывает. Я прихожу на Кокуле, он вел 6-0, 4-0 и получил. Вот теннис. Отошел на секунду. Да. Но второй эпизод, здесь уже близкий, играет полуфинал Турсунов. Мы играем полуфинал Кубка Дэвиса с Америкой. У нас в Олимпийском на грунте. В пятом решающем сете счет 16-15. Ведет Турсунов. Уже мертвый, ничего не соображает. Я ему что-то пытаюсь сказать. Вижу, не слышит, отсутствует. Я ему говорю одно. Он мне говорит, Семен Ильич, ну я так хочу выиграть. Отсутствующим, абсолютным взглядом все. Я его так забыл, я еще говорю, знаешь что? Волков убил твою девушку. Ну переключил, ну сразу. А у них все время соперница, говорю, Волков. Я говорю, он стрейфенос, ну как, протрезведи. Я говорю, выходишь, рвешь игру, уродика начались судороги. Рви игру, лезь к сетке, он не дойдет до мяча, не сможешь западить. Семнадцать-пятнадцать выигрывали. Вот такие. Я таких могу, миллион. То есть по практике считается, что мы, ну так, по статистике мировой, что мы выиграли 21 чужой матч, вот на этих всех, при равных условиях. И проиграли только один свой за всю историю. Кстати, какая самая дорогая победа в жизни? Вообще? Да. Ну Кубок Дэвиса это 2002 год. Ну вот это то, что, конечно, это первые в истории. У меня ветераны звонили, там покойный Лихачев из Португалии звонит, плачет. Ну это мечта все. В футболку плачет, выиграли такие матчи. Но в теннис играет 211 страна в мире. Ни с одним видом не сравнишь. Из игровых футбол может быть. У вас же, друг мой, юбилей скоро. 7-0 на танк-бреке. Столько не живут. Дни рождения это событие или уже все? Я считаю, что вот в этом возрасте уже и не справлять ничего не хочется. Ну как, 70 лет надо отмечать. Некогда. Работать много. Ну это же, слушай, ну это же не для тебя, для друзей. Это же соберутся все, ну как. Но я решил снести из-за Олимпийских игр еще здесь. Я измочален так вот этими всеми моковскими делами, что я ничего не успеваю делать. Я еще не нормальный. Я думаю, что вот Кубок Дэвиса будет с Австрией через месяц. 6-7 играем здесь в Москве с молодежью. Вот я надеюсь, что это молодежь, которая сейчас есть. Мы года через три должны выигрывать Кубок Дэвис. Через месяц и отметим. А был кто-нибудь, вот с кем мечтал сыграть, но не удовелось? Вот как-то так хотелось. Вообще у меня любимым игроком был Настасий Кумын. Ого! Он 46-го года, я 48-го. А я 45-го. Был рядом. Приятно. Один возраст. Это приятно. Тогда на одном языке. Конечно. Он никогда не смотрел на мяч. Вот почему он у Борга не... Он первая ракетка с 72-го года мировой. Три турнира большого шлема выиграл. Только Уимбулдон не выиграл. Потому что делал отрыв от Смита, американца. И посчитал, что выиграл. И начал кидать обезьянки. И получил в пятом сети 7-5. Ведя 4-1 на траве. А так выиграл все. Но он передвигался, как кошка. Чувствовал мяч. За счет ритма, не глядя, по восходящему играл. То есть это фантастика. И реально Борг почему его обыгрывал все время? С вращением играл. С разным вращением. Мяч по высоте, по-разному отскакивал. И он к середине игры переставал на стасе центром ракеты. Резанные мячи. Там, что ритма. Ну вот. А вообще, с кем хотелось бы сыграть? Я даже не знаю. Я вроде совсем перехал. Если бы у меня было эфирного времени в сутки, я бы продолжал этот разговор и день, и ночь. Да нет, я могу рассказать. Сколько угодно. Знаешь, я в своей книжке написал, я тебе подарю. Я написал, что у меня в жизни было несколько человек, начиная с отца. Отец, в светлой памяти Гришечка Горин, дядя Юра Никулин. Я, наблюдая этих людей, определил для себя, что хорошо смеяться может только добрый человек. Просто хороший человек. Вот злые люди не умеют так смеяться, как добрые. Я на тебя сейчас смотрю, ты хороший человек, замечательно смеешься. Да, в детстве у меня было так. Если я входил в троллейбус, и ребенок плакал, перестал плакать, и что-то я скажу еще. Мне надо было детским тренером быть, тем, чем я занимаюсь. Спасибо тебе. Спасибо.